Морал Майкосов Морал Майкосов Морал Майкосов Морал Майкосов Морал Майкосов Морал Майкосов которые воздерживаются, просто ждут, когда другие установят, они посмотрят, присмотрятся, только потом поставят. А есть те, которые согласны на установку, они к нам приходят, они просят, чтобы мы им установили. Но пока эта программа работает медленно. То есть мы поставили приборы учета по программе через фонд развития ЖКХ только в 39 домах. Из 180. Преимущества этих приборов учета, как они действуют на деле? Вы, наверное, знаете, что 1 января 2016 года были введены дифференцированные тарифы на отопление и горячую воду. И дифференциация как раз в том и состоит, что отопление разделилось у абонентов с приборами учета и у абонентов без приборов учета. Данная мера введена государством, по моему мнению, как раз для того, чтобы стимулировать работу по установке приборов учета. И установка приборов учета в данном случае поможет платить абоненту меньше, чем общегородской тариф. Причем это тарифная смета до 2020 года. То есть тарифы будут ежегодно повышаться. И разница между отоплением по приборам учета и отоплением без приборов учета существенная. У физических лиц это больше 40%, а у юридических больше 130%. Поэтому прибор учета уже в этом помогает, что тариф за отопление по приборам учета ниже. Потом прибор учета считает фактическое тепло, которое абонент потребил. А фактическое тепло всегда меньше, чем нормативно-расчетное. Вот в цифрах, если сказать, нормативно-расчетное сколько бывает? Вот если говорить нормативно-расчетное, я имею в виду, что тариф за один квадратный метр сейчас по городу 122 тенге в среднем для физических лиц. 122 тенге – это неважно, сколько дом потребил тепла, с какой температурой. У нас эти 122 тенге рассчитаны по нормам, по нормативам, по средним, по области. А прибор учета будет показывать 100 гигакалорий за месяц, 200, 250. Все зависит от того, сколько подали тепло, какая температура на улице. И эти 100 гигакалорий делятся на всю площадь дома. Выясняется, сколько пошло на обогрев одного квадратного метра. И этот тариф за один квадратный метр умножается на площадь каждой квартиры. Я сейчас говорю про жилье, про физических лиц. И получается, что тариф за отопление у людей бывает 50 тенге за квадратный метр, 70, 80. В 2,5 раза меньше. В 2,5 раза, да. Все зависит, конечно, от системы отопления конкретного дома, но это в любом случае 95% меньше, чем 122 тенге за квадратный метр. Уже на этом экономия есть. Есть и дома, которые посмотрели, как теперь платится и живется тем абонентам, которые уже обзавелись приборами учета, и после этого лишь перешли, ну, дали согласие на то, чтобы у них тоже он появился. Есть такие дома, конечно. Вот сейчас, в этом месяце мы, например, работали с КСК Жанар и Б. Это по братьям Жабановых, дома 300, 304, на 101-й стрелковой бригаде, дом 6, корпус 1. До этого председатель КСК хотел установить счетчики, но какие-то причины мешали ей. Она привела в соответствие и начала участвовать в этой программе. И мы установили счетчики. Честно задаваемый вопрос, наверняка он следующий среди жильцов. То есть это удовольствие за счет нас. И сколько мы должны платить в среднем за прибор учета общедомовой? Есть ли какие-то сроки, за которые можно расплатиться? И вообще как это? Под проценты даются? Или все-таки по-другому исчисляется сумма? Прибор учета дорогое удовольствие. И мы понимаем всем, что некоторым жильцам тяжело выложить. Бывает сумма за раз должна быть 20 тысяч тенге, я не знаю, 15-17, а у кого-то и больше. И вот для того, чтобы помочь людям, наше собственное государство создало фонд развития жильцов и коммунального хозяйства. Вот этот фонд перечисляет деньги в эти дома, в которые выбраны для участия в программе в городе Оксюбе. И по этому фонду жильцы, участвующие в этой программе, должны в течение 48 месяцев возвращать деньги в фонд. Под 4% за 4 года. Какая сумма в итоге приходит, когда им рассылают квитанции об оплате за потребленную теплоэнергию? Сумма бывает разная. Все зависит от общей площади дома. Квадратура, да. Максимальная или минимальная, или средняя. Бывает 60 тенге за установку прибора учета в месяц, а бывает 400-500. Даже если складывать, даже эти 500 тенге и складывать сумму за отопление, это все равно меньше, чем общая стоимость отопления без прибора учета. Марина Анатольевна, есть ли дома, где выгодно устанавливать приборы учета и где невыгодно устанавливать, в сравнении с этажностью дома? Есть дома, выгодно устанавливать, конечно, в домах, где большая площадь, много этажей, много подъездов, где много жильцов и много квартир. А есть дома, в которых жильцов не так много. Это двухэтажные дома, 16 квартир. В тех домах тоже ставят приборы учета, там уже нужно говорить об подборе диаметров прибора учета, а его модификация уже более конкретная и точная. Там, конечно, людям понакладнее, потому что всего 15 квартир будут платить те же 700 тысяч или... За такой же срок, за 4 года. За такой же срок, за 4 года. Или те 260 квартир, которые будут платить эти незаметные 150 тенге в месяц. А субсидии в данном случае предусмотрены для тех домов, где всего 16 или 20 квартир? Пока об этом... Вот как есть же у нас программа по тепломодернизации домов, где предусмотрены различные варианты. Пока об этом речи еще не идет. Потому как программа в полную силу не заработала. И мы только начало отопительного сезона начали ставить счетчики. Люди еще не ощутили пользу от приборов учета, потому что многие воспринимают все-таки дополнительные платежи. Поэтому еще ничего пока нет. Какой микрорайон наиболее активный в плане установки приборов учета? Я бы хотела сказать, что центральный, это по проспекту Абул-Харихана, очень много домов. Проспект Абая, братьев Жбановых, очень много домов тоже есть. Центральный микрорайон. Центральный, да. Там люди поактивнее. Либо подходят к этому вопросу в зависимости от того, кто проживает в данном доме. Пенсионеры или активная часть населения. Бывает, что пенсионеры как раз за. Но бывают и против. То есть здесь ясной картины нет. Ясной нет, нет, нет. Главное на примере показать, насколько это выгодно и полезно. Может быть, потому как кому подана информация. А информация подается не совсем. Информация подается, в общем, одинаково всем. Но есть же еще доверительное общение между соседями или родственниками. Кто-то говорит, это нам хорошо, кто-то говорит, это нам плохо. А это вообще самая авторитетная информация, мне так кажется, в нашем городе. Существуют ли какие-либо технические характеристики, которые не позволяют установить приборы учета? Есть, конечно, некоторые дома, в которых не так просто установить приборы учета. Бывает, что состояние подвалов плохое. Бывает, что состояние труб неудовлетворительное. Бывает, что дом расположен как-то на теплотрассе транзитной. Но жильцы, их желания и председатели КСК обычно перед тем, как они решают установить приборы учета, мы идем туда, проверяем подвал. Идут туда монтажные организации, потому что трансценерга не само стоит от прибора учета. Подрядные организации. Они дают заключение, они предлагают жильцам, что нужно переделать, что нужно заменить и переоборудовать. То есть было бы желание. За тепломодернизацию необходимо, чтобы проголосовала большая часть жильцов. А в данном случае при установке какой подход? В данном случае также работают основные законы. 50%? Две трети жильцов, если соглашаются на установку, решение принимается на общем собрании жильцов, то прибор учета ставится. Если отсутствует прибор учета, за это предусмотрены какие-то меры? Или просто человек, ну, как платил? Пока только финансовое обременение. То есть вот сейчас дифференцированные тарифы, они... Теряют деньги. Теряют деньги, хорошие. Мы говорим, что больше 40% разницы между тарифами и будет расти до 2020 года. Хорошо. То есть вместо 10 яиц люди получают 6 яиц, скажем так, для приготовления. И 4 яиц, ну, это такой самый бытовой пример. Будем прищаться с телезрителями. С вами была Кмарал Майкозова, также начальник отдела акционерного общества «Трансэнерго» Марина Анатольевна Камнева. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.